Дорогие товарищи, в Москве открылся культурно-просветительский центр «День», включающий в себя книжный магазин, галерею и лекторий. Конференции, встречи с авторами канала «День», выставки работ художников «Круга газеты «Завтра», книги издательства «Наше завтра» на третьем этаже ТЦ «Добрынинский» в трех минутах от станции метро. На самом деле неплохая ситуация складывается у нас с дронами и с противостоянием дронам. То есть опять, ну, повторяю, у меня постелат такой есть, пожалуйста, можно с ним спорить, Россия – восточная страна. Она же по принципу сначала ударь, потом рычи. То есть мы, в отличие от западников, себя никогда не хвалим, мы всегда себя ругаем, мы никогда не рассказываем о своих победах, у нас это не принято, мы очень скупо улыбаемся, это американцы заметили, что русские лица неплохо растягиваются в улыбку, вот они нас так не любят, наверное. Вот, им-то чего улыбаться. Но насчет того, что не рассказываем, не рассказываем, потому что у нас, оказывается, есть два документа, они очень важные, на мой взгляд. Это, во-первых, стратегия развития беспилотников в России до 2030 года. Есть такой документ, он принят. Не думайте, что речь идет только о чисто министерских каких-то хитросплетениях. Хитросплетениях сейчас, я поэтому вам процитировал Сергея Кужугетовича на Урале, то, что принимается, сразу исполняется, я вам сейчас дело докажу. Но, в общем, у нас есть целая программа стратегии развития беспилотников до 2030 года, с перспективы до 2035. Я вам сейчас скажу, что рынок беспилотников в России составляет менее 1% от мирового рынка, прям по памяти говорю. Цифра приблизительно 50 миллиардов рублей. Это общий объем оборот по беспилотникам в России. Но, правда, при этом мы умудряемся их уже, вряд ли вы знаете об этом, но, мало ли, можете знать, экспортировать. Мы их экспортируем. Наши русские беспилотники уже идут за рубеж. Знаете куда? В Судан. Да. В Венесуэлу, в том числе. Узбекистан. И не только. Вот. Судан, заметьте, очень любопытно. Мы там вообще-то военную морскую базу хотели. И дальше, когда нам стали говорить, что мы сейчас к Судану отношения не имеем, мы говорим, да-да, мы никакого отношения к Судану не имеем. Может быть, там кто-то тренировал чуть-чуть суданские ФСО, Федеральную службу охраны президента. Там вроде бы как ЧВК Вагнер было, но это совсем не мы. И тут выясняется, что в том числе разведательные ударные беспилотники вполне себе экспортируются в Судан. У нас по Судану большая программа работы. Слава богу. Я только рад. Но источники открытые, они не конфиденциальные. Но, знаете, это как вот собирать автомат. В принципе, опытный слесарь соберет его в цеху, как говорится, прямо-таки из способных частей. И вот такой автомат собирать из открытых источников умею. Может быть, конечно, немножко слишком наслаждаюсь игрой духа. В чем-то я себя придержу. Но, тем не менее. Смотрите. Помимо первого документа, есть второй документ. Он называется «Национальный проект развития беспилотных авиационных систем». Это поручение уже ВВП. В смысле, Владимир Владимирович. То есть, стратегия развития, она общая. А национальный проект развития беспилотников – это уже конкретные меры. А там в этих конкретных мерах написано «Довести рынок беспилотников до одного триллиона рублей за 4 года». С 50 миллиардов до одного триллиона. Когда Владимиру Владимировичу, по моей информации, докладывали цифру 500 миллиардов рублей рынок, он сказал «Нет, это скромно». Это очень небольшой объем рынка. То есть, он на чем-то основывался, когда так говорят. Мы знаем Путина. Сказал «Нет, 1 триллион рублей». И записали план. За 4 года. Не за 20 лет, не за 50, за 4. 3-4 года. Если это не развитие, не скачок, то я папа римский. Ну, извините. Вот. Ну, не буду вас там казуистическим языком, как говорится, удручать уже больше часа. Тем более, читая, вы от меня устали. Просто отмечу, что самые разнообразные использования, естественно, беспилотников, а, кстати, о документах, они их называют беспилотно-авиационные системы. Не БПЛА, как мы привыкли, а БАС. Ну, это не суть. Но мне очень понравилось, что назначены ответственные. Потому что, проработав какое-то время в министерствах, а потом до этого в КБ, я понимаю, что если нет ответственных, то, как правило, это стрясание воздуха. Есть автономная некоммерческая организация, платформа национальной технологической инициативы. Есть, естественно, Минпромторг. И есть неожиданно правительство Москвы. Мне тоже понравилось очень сильно. Ну, и сокращая вот эти, как раз, вот эти общие места, отмечу еще следующее, что первый результат мы с вами должны увидеть уже в 25-м году. 24-й. А программа рассчитана до 37-го года. То есть полное развитие всех возможностей. А полное развитие возможностей будет касаться, простите, наших детей с вами. Потому что вот очень интересно, если штудировать документы, тут я согласен с Вавиловым, что, знаете, не надо перерисовывать мир вилкой, как Черчилль, когда нарисовал Кувейт. Говорят, Кувейт был нарисован Черчиллем за столом, когда он завтракал. Так, взял вилкой, обратить на форму Кувейта действительно похоже. Может, исторический анекдот. А надо анализировать документы. Вещь, конечно, скучная очень, но приходится. Вот смотрите, сейчас у нас люди, работающие в области беспилотников, в среднем имеют возрастную категорию 40-50 лет. Что много? Ну, чуть-чуть мало уже миля. А молодых спецов не более 10% соответственно, в предприятиях, выпускающих беспилотники. Крайне мало, да? И по этому поводу прогнозируется, почему я сказал про детей, что к 2030 году, то есть за 5-6 лет, будет рынок труда по беспилотникам порядка 1 миллиона специалистов. Я вот вместо того, что детей делать экономистами и юристами, я считаю, то что, извините, вы сами себя как-то немножечко этим, ну, тот, кто этим занимается, усыпили. Ну, усыпили вы себя на 3-4 года, потом вы будете их пристраивать на работу. Лучше подумать в эту сторону. Потому что эти люди мало получать не будут. А в случае общей мобилизации, простите, их место будет не мотострелками, а не штормовых бригадах. Вот. По этому поводу просто думайте, как головы. Я, например, думаю давно уже. И надо сказать, что правительство взялось за дело, за подготовку кадров. Я же там не про абстрактные, углубить, заточить. У нас созданы детские, так называемые, технопарки. Кванториумы, так называемые. Вот. И там по этим программам занимается не менее 100 тысяч детей уже в данный момент. А возраст от 7 до 17 лет. То есть это армия специалистов. На самом деле. Как говорил Рождественский, колеса были слишком высоки, а дети подрастают слишком быстро. Ну, там по поводу того, что якобы во время иго отрубали голову детям, которые были выше уровня колеса, по-возке. На самом деле, конечно, несколько легендов. Вот. Смотрите, еще есть активный резерв. Прямо как времена ДУСАА в 30-е годы. Это те, кто ходят в кружки, официально не чистятся по программам, но параллельно вовсю занимаются, ну, вот, как бы при школах, там теперь уже нет дворцов пионеров, при домах культуры. Их около 600 тысяч человек. Смотрите, как интересно. То есть у нас, получается, специалистов, которые уже готовятся, их где-то не менее 100 тысяч, а к ним 600 тысяч активного резерва. 700 тысяч. А рынок, который уже спрогнозирован на специалистов, миллион человек. И на военные, и на гражданские системы. Вполне бьются цифры. Но на этом рынке остается место и для вольных зайчиков, то есть для тех, кто придет, ну, со стороны, которые сразу там не чистятся в этих парках, в этих технопарках, кванториумах. Вот. А смотрите, как еще любопытно. Пока мы тут рассказывали, что никто не занимается молодежью, что там преподают. Ой, как интересно. Там преподают от 7 лет устройство беспилотного аппарата, запятая, моделирование и конструирование, запятая, разработка полезной нагрузки аппарата, как commercial payload, если так, как отучили меня, программирование, картографирование, сбор данных на местности, включая разведданные, и основы дистанционного зондирования Земли. Это 10-летним детям. От 7 до 17, но я взял в средние 10-12. Вы скажете, никто не занимается молодежью, да активнейшим образом занимается. Просто говорят, страна восточная. Вам об этом не рассказали. Я считаю, что немножечко перестарались, потому что на самом деле рассказывать надо. Вот. А какими сейчас, в ожидании пока подрастают нас на гретке наши дети, какими конкретно сейчас беспилотниками в данную секунду мы занимаемся? Я вам расскажу. Мы занимаемся дронами, ретрансляторами, которые позволяют нам избежать рыбудара. То есть в момент, когда рыбудар гасит связь беспилотника с базой или со спутником, есть некий дрон-ретранслятор, который может повторно передать ему цель и указание, который висит вне достижения, ну, вне зоны доступа для рыбооружия. У нас сейчас разрабатываются дроны-носители пулемета, тяжелого пулемета. И я на днях буквально от себя еще добавлю одну вещь. Видел, как в Хохла-армии пытались создать, ну, некий такой уродец, гибрид дрона с пулеметом. Там была такая дача, что его носило в обратную сторону на больших скоростях. Я не знаю, что мы привесим на дрон, каков он будет. Вот он как дрон-коптера Баб-Яга. Ну, Баб-Яга так называют на фронте, тяжелый дрон, кстати, украинский, с ночной системой тепловизором, который несет взрывчатки очень много. Вот, ну, просто он устойчивый. Что мы повесим, не знаю, но, похоже, что дошли уже до полевых испытаний. Еще мы разрабатываем дроны-перехватчики на основе Лансет-3. Лансет-3 чем очень интересен, как и Лансет-2? Тем, что его нельзя погасить рыбы даром. Кто не понял, Лансет, ну, я не знаю, кто смотрит новости, по-любому понимает, что Лансет наш лучший баражирующий боеприпас, который, даже я однажды об этом рассказывал, хотели производить в Арабских Эмиратах. Делали такие предложения уже. Вот. Потому что с ним справиться очень тяжело. А почему справиться тяжело? А справиться тяжело потому, что он очень легкий, что у него икс-образное оперение, в отличие от американского дрона аналогичного класса. И что главное, у него в мозгах нет необходимости связи ни с чем. И мы не знаем, система ни GPS, ни ГЛОНАСС, ни связь с оператором. У него мозги, заведомо заложенная карта, его электронная. И он еще сверяется по местности на нужной цели. Ну, та, которая ему определена. Вот. А Лансет-3 сам ранжирует даже эти собственные цели. Вот. Но это еще не все. Смотрите, сейчас мы еще разрабатываем дроны-танки. Проект Нерехта и Маркер. Причем, проект Маркер, они разработаны до полигона. Я просто видел фотографии, видео. Проект Маркер не нуждается в человеке. То есть, беспилотный танк. Я вам скажу, на основе чего. Когда мы создавали опытную платформу, которая не пошла в производство известную, то на основе нее уже было сразу ясно, что слишком дорогой танк будет. На основе нее, собственно, это Нерехта и увидел его свет. А Нерехта позволил уже создать Маркер. Вот. Это я про Армату, естественно. Вот. Полностью автономно на поле боя. Что любопытно. Ну и в том числе стоит сказать еще о другом. Смотрите. Немного тоже уже устал. Мы очень хорошо продлинулись в области антидроновой борьбы. Потому что на сегодня мы научились создавать купол, который способен собственно накрыть площадь диаметром в полтора километра. и внутри этой зоны не может в принципе летать ни один беспилотник классического образца. То есть, который нуждается в связи с оператором. С любой системой от блютуфа и до с глонасом или с GPS-ом с точки зрения и наведения не летает. Называется система купольного типа Алия-350. Она уже испытана на полигоне. И в то же самое время разработаны индивидуальные дроны-детекторы Булат, которые вешаются на форму любого человека. Ну как раз и он предупреждает его там писком ну как вот зумерит у вас кто будет машина система радарного типа когда приближается к препятствию о том, что недалеко от байса появился дрон. Причем по мере нарастания писка ясно, что опасность возрастает. То есть такая простая система она уже есть. Теперь для меня стоит только вопрос да, работает он в пассивном режиме. То есть его детектировать, засечь дрон не может систему обнаружения. И возникает вопрос а что еще в технической кооперации он говорил про Иран мы можем получить от наших коллег в области дронов и не только. Но я близок к концу чтобы вы тоже от меня не утомлялись. Но скажу так очень многообещающая на мой взгляд возможность кооперации с Китаем и в области дронов тем более потому что Китай разработала систему раевого запуска дронов. То есть он выстреливает дроны как РСЗО. И та система которую он в данный момент оттестировал смотрите запускает одновременно 48 единиц дронов. Одновременно сразу. То есть одновременно то есть одномоментно в одну секунду. То есть никто не сказал что будет выпущено только 48. Одна машина одним пакетом транспортным пусковым контейнером ТПК выпускает 48 дронов сходу. В общем скорость у них 150 км в час глубина действия за кромку за линию за 0 10 км а время автономности 1,5 часа 2 часа 120 минут. Аппарат называется CH901 он не просто испытан он у них на вооружении состоит. То есть как бы нам договориться с китайскими товарищами чтобы они секретами замечательными поделились. Любопытно. Я с точки линии того что представьте себе что раннее утро на позициях выходят укрбойцы из укрытия и вдруг летит 48 дронов и еще 48 и еще 48 и будет вам машина земледелия которая дистанционного минирования пакетом который минирует пространство несколько футбольных полей за считанные минуты только уже в области дронов. Китайский товарищ вполне изобретательный для тех кто считает что у китайцев мысль не работает великолепная работа это мысль замечательная работа молодцы полную версию смотрите на нашем телеграм-канале ссылка в описании субтитры